Он стоил 149 евро и на скидке он висел за 25, решила, что он мне нужен. Они сейчас у меня во всех размерах есть в Испании, эти балетки 50 евро, но они абсолютно стоят этих денег, потому что хочу, чтобы вот эта вот вся часть была открытой, чтобы образ не казался слишком женственным. Всем добрый день! Сегодня хочу поделиться с вами покупками, которые были сделаны за эти последние недели. Извините, что появляюсь не часто в эфире. У нас прекрасная погода и вообще очень тяжело делать контент для зимы, когда ты не живешь в зиме и не ощущаешь это зимнее настроение. Но все-таки я собралась духом и решила сделать вам небольшое видео про свои покупки. Моя единственная покупка на зимних распродажах, которую я сделала, это был кашемировый кардиган. Опять же, вообще не хотела идти на скидки и была там по совсем другой причине. Но когда увидела этот кардиган, который в сезон стоил 149 евро и на скидке он висел за 25, решила, что он мне нужен. Достался он мне в размере L. Это, наверное, 40-й или 42-й размер, но для 100% кашемира я считаю, что не важно, какой это размер, важно, как он на вас сидит и как он выглядит. Это невероятно мягкий, невероятно тяжелый. То есть здесь кашемир действительно очень плотной вязки, очень хорошего качества. И я считаю, что за такую цену его нельзя было не купить. И он достался мне. В нем немножечко сложный фасон, потому что здесь впереди предусмотрены вот такие вот два таких как бы длинных пояса, которые просовываются. Вот здесь вот в боку есть дырочка и вы делаете его как бы перекрещенным. Но здесь проблема, что когда вы его перекрестите и сзади сделаете как бы бант или узел, его очень тяжело одевать под верхнюю одежду. Когда я надела этот кардиган в магазине, на мне была шубка. Я вам покажу, как это выглядело в момент моей примерки. И я оставила эти два передних шарфа вот в таком вот распрямленном виде. И они у меня болтались снизу из-под шубы. И это как бы получилась такая многослойность, что как будто бы на мне надет длинный шарф, который выглядывает. И мне это тоже очень понравилось. И я решила, что если даже я не буду его завязывать, я всегда могу утеплиться, одеть его вторым слоем на любой кашемировый свитер и использовать для своего утепления в таком виде. Но потом дома я его приспособила. Я его все-таки завязала и думаю, что со временем я доработаю, как я его буду сзади завязывать. Его можно будет просто прихватывать на декоративные булавки сзади. И это тоже будет выглядеть очень красиво. Но пока булавок нет, их надо заказать на Алиэкспресс. Я все-таки сделала узел и надела один раз этот кашемировый кардиган со своей шарфяной юбкой. И выглядело это великолепно. Единственное, что когда я одевала его под пальто, сзади у меня все равно получился такой выпирающийся бугорок. Но это меня не смутило, потому что сам образ получился очень-очень красивым. Так что имейте в виду, что в саре на скидках можно купить очень хорошие качественные вещи с нереально большой скидкой. И я думаю, что эта вещь будет в моем гардеробе много-много лет. Единственная вещь со скидки, которую я приобрела. Только на страничке сейчас уже есть новые коллекции. Мне приглянулись кожаные балетки. Вот с такими вот серебристыми деталями впереди. Невероятно мягкая кожа. Вы знаете, что в этом году мы будем носить балетки больше, чем кроссовки. И решила, что это мой цвет. Это цвет, который подходит под мой весенний, под мой летний гардероб. И потом здесь кругленький такой немножко даже квадратный носок. Это очень удобно, потому что когда балетки носишь с удлиненным носком, пальчики всегда устают. То с этими балетками такого не произойдет, потому что вашей ножке будет очень удобно. Ну и сам дизайн невероятно красивый, невероятно удобный. Мне очень понравилась эта деталь. То есть я смогу их носить и под свои костюмы с шортами, и под длинные юбки, и под льняные брюки. Стоили эти, вернее стоят, они сейчас не во всех размерах есть в Испании. Эти балетки 50 евро. Но они абсолютно стоят этих денег, потому что исполнение очень качественное, очень красивая. Кожа очень-очень мягкая. В общем, надеваю их, и не хочется снимать. И в то же время они красиво держат ножку, потому что здесь не очень гибкая подошва. Но это как раз дает, в балетках часто бывает, что нога как бы болтается. Вот в этих балетках этого не происходит за счет того, что подошва достаточно тугая, хотя она и резиновая. Ну и поделюсь с вами, вы знаете, что я ношу комфортное спортивное белье. Но появилась такая как бы задача немножечко украсить свой гардероб, потому что муж считает, что все очень скучно, все очень некрасиво. И мне еще нужен был новый бюстгальтер, потому что моя грудь, которая растет не по дням, а по часам. Я вообще не знаю, когда закончится это все. Но у меня пауза, это каждая женщина должна это пережить. И сейчас у меня грудь, мне кажется, она у меня последний раз была такая, когда я была беременная. И я купила себе новый бюстгальтер в интимиссии. Как видите, очень женский. Для меня очень большой, потому что, еще раз говорю, мне кажется, такой размер я носила вообще 34 года назад. Но сейчас вот из-за того, что здесь широкие бретельки, что здесь сзади достаточно широкая вот эта часть, он на меня сел удачно, он спрятал всю мою выросшую грудь и будет радовать моего мужа. Так что буду с удовольствием носить и его. Вот такая вот покупка неожиданная в мой гардероб. Я думаю, что когда весь этот процесс гормональный со мной пройдет, он мне будет не нужен. Я надеюсь, что моя грудь вернется в свое нормальное состояние. Но пока все-таки решила, что нужно немножко украсить себя и сейчас. Следующая покупка, которую сделала, это тоже недорогая покупка. Это юбка из АЧМ, из вот такого вот шитья. Очень красивая. В дальнейшем планирую, не то что в дальнейшем, вообще купила изначально эту юбку, чтобы подкладку обрезать практически под уровень шортиков. Мне эта юбка нужна прозрачной. Я хочу носить ее под длинные пиджаки, под длинные жилеты. И хочу, чтобы вот эта вот вся часть была открытой. И сначала хотела сделать это сама, но не получится, потому что в этой юбке вся подкладка пришита по боковым швам и сзади. То есть она везде пришита, чтобы она не поднималась. Но очень красивое шитье. Но необычное, дорогое, очень хорошо выглядит. То есть это хоть и синтетика, но такое, как бы сказать, очень фактурное, очень красивое кружево. И решила, что эту юбку хочу себе купить. И вот у меня она появилась. Но еще раз вам говорю, ее нужно доработать. В таком виде, как она есть, я ее носить не буду. Вот мне хочется вот этой прозрачности, которую сейчас все предлагают. У меня, кстати, была идея купить капроновую ткань на Алиэкспресс и сшить себе юбку, которую я могла бы одевать на все свои юбки, на все свои брюки сверху. И таким образом вот как раз этот тренд мне нравится. Но в то же время, чтобы не искать здесь и не тратиться на какую-то юбку там за сумасшедшие деньги сшить самой. Так что это, скажем так, будет моя не единственная прозрачная юбка. И еще одну вещь, которая мне нужна была в гардеробе. Это вот такая вот огромная. Я ее купила в размере L H&M. Вот такая вот футболка. Очень плотная, очень правильный воротник, который не растянется после первой стирки. В таком желтоватом молочном цвете с абсолютно минималистичным принтом. То есть в переводе это означает простота. И эту юбку я... Ой, эту юбку. Эту футболку я купила специально под свою юбку в бельевом стиле из Massimo Dutti. Потому что, чтобы не казаться мне такой слишком... Чтобы образ не казался слишком женственным, мне хотелось ее немножечко упростить. И я решила, что мне нужна вот такая вот удлиненная оверсайз футболка, которая как раз эту юбку успокоит. Я буду выглядеть более актуально, более, скажем так, молодо. Вот. И появилась вот эта футболка. Очень довольна этой покупкой. Изначально думала, что, наверное, L-ка... Я поторопилась, что купила L-ку. Нужно было купить M-ку. Но когда она ко мне пришла, я ее померила. То есть это 100% размер, который мне был нужен. Единственное, рукава очень широкие. Но я их вот подвернула. Здесь очень хорошо сделана внутренняя обработка. И с подвернутым рукавом она идеально села на мою фигуру. И абсолютно точно выполняет ту задачу, из-за которой я ее купила. И которая мне была нужна, именно чтобы делать вот такие вот простые, но в то же время интересные образы. С этими балетками эта футболка и смотрится великолепно. В общем, невероятно хорошее качество. Для H&M она стоит 20 евро. Это дорого. Вы знаете, что в H&M майке стоит от 5 до 10 евро. То есть 20 евро это вроде бы как считается уже такая небюджетная покупка для нас, европейцев. Но эта футболка абсолютно отвечает за свою стоимость. Потому что когда говорят цена-качество, это стопроцентное попадание. Немножко мне вроде бы как не нравился этот молочный оттенок. Но когда померила с черными вещами, я думаю, что даже с белой юбкой он будет смотреться хорошо. На контрасте белая юбка, белые балетки. Вот такая вот молочная футболка. Все это будет выглядеть очень хорошо. Ну, я поделилась с вами всеми своими новинками, всеми своими покупками. Как видите, их было немного. Я все-таки стремлюсь упростить свой гардероб. И иметь в своем гардеробе вещи, только вещи, которые мне доставляют удовольствие, которые я ношу часто. Вот я семимильными шагами двигаюсь к этому упрощению. И поэтому с каждым годом покупаю все меньше и меньше вещей. Еще забыла вам показать вот такое вот кольцо, которое я купила в Саре. Это новая коллекция. Я люблю большие украшения, особенно кольца. И мой выбор остановился на вот таком вот оригинальном кольце. Вот так вот оно выглядит. Очень такое стилеобразующее. Красиво будет смотреться в образах минималистичных. Где вы не хотите добавлять каких-то ярких аксессуаров, а именно добавить вот такое вот кольцо. И образ будет завершенным. Вас еще ждет видео, которое я все-таки готовлю. Это мои трикотажные пальто. Я надеюсь, что я его досниму и предоставлю вам его в эфире. И на сегодня это все. Спасибо, что были со мной, что провели эти несколько минут в моей компании. Всем прекрасного выходного, прекрасного дня и скорейшей теплой весны. Всем спасибо.